Чё-то у ёлки сразу полхвоста выпало. У тебя там осталось что-нибудь, Эль? Вот два асимметричных это и одно я собрала вчера или позавчера. Покажи хвост свой. У тебя там что-то осталось в нём? Или ты без хвоста? Нет, не показываешь. А мы посмотрим. Такая злова, такая не смотреть мне под хвост. У тебя перья в хвосте не осталось вообще? Ёль, как это? Покажи. Ну да, ты как лучик теперь. Сова укоротилась. Вот, раскрыли её секретик, она так разозлилась. Да, давайте раскачаем. Сова без хвоста-ва. Ха-ха. Зато гордость и важность, да? И как ты теперь без хвоста будешь? Ну-ка пролети немножко. Ёль, сова хвостик потеряла. Не, ну у неё там правда... А чё ты телефон-то грызёшь? Вас грызут. Ты хочешь его подержать? Но он тяжёлый. Телефон тяжёлый. Нет хвоста. Осталась только пушистенькая, поджопоньковая, да? Вот сова. А-а-а. Не, у неё такое было где-то на второй или третий год её жизни. У неё в марте выпал целиком хвост. И с тех пор такого не повторялось. А она вот. Пожалуйста. Нет, там одно перо осталось, смотри-ка. Ну и оно выпадет, да? Так вот что ты защищаешь. Ну я подожду. Это она последнюю ценность, вот она. Хранит, охраняет. Ёль. Всё-всё, я не покушаюсь. Кочевайся пока. А ещё она растит себе очередную пальму. В прошлом году у неё получилось. В этом году вон какая. Вот такая вот толстенная. Это не борщевик, это дудник. Он безопасен, и его медведи очень любят есть. Ёль решила себе всё-таки приманить сюда медведя. Но у неё тут их несколько. Вот ещё. И вон там. Растишь? Вот если тень... А нет, тень так не падает. Ты как енот с воротничком.